Музыка Когда человек говорит, со мной, наверное, тяжело, он теоретически может прийти к выводу, что, может быть, надо сделать что-то, чтобы было, скажем, легче. Легче кому? Им, людям с тобой, со мной. Ну, ты знаешь, я как-то стараюсь по минимуму этих людей от своего присутствия ограждать, если получается, чтобы им было легче. Есть вещи, которые я опускаю, вот просто опускаю, потому что мне так надо. Мне так надо. Зачем? Ну, понимаешь, Саш, не мне тебе говорить, люди вообще делятся на две только категории, насколько мне известно. Нам что-то надо и им что-то надо. Когда кто-то вырастает из этих отношений, они заканчиваются. Все, становится неинтересно. Стирается вот это уже. Ты получил свое, я получила свое. Или мы оба ничего не получили. Мне так кажется. Поэтому у меня не так много времени для того, чтобы задумываться. Смотри, Лен, я сейчас с тобой разговариваю, я ведь тебя знаю давно. Я недавно был на твоей программе «В гостях у тебя». Ты была ведь совершенно другая. Саша, опять-таки, это же задача... Ты была на витрине. А сейчас ты, или сейчас ты на витрине? Я не знаю, Саш. Как тебе кажется? Ну, давай спроси себя. Спроси себя. Мне очень это интересно, правда. Я тебя знаю ведь давно. Нет, там я была у себя дома. Потому что я на радио живу. Я живу дома и на радио. Да, но ты была у себя дома. Да. А была для меня, с моей точки зрения, более формальной. А теперь я у тебя в гостях. Нет, все, что я говорю, я так чувствую. Вот так. Вот так я чувствую сейчас. Понятно. А почему ты такая не всегда? Почему я такая не всегда? Ты хочешь сказать, что я сегодня добрая? Ты сегодня такая, какая ты есть. А у себя на радио, где ты хозяйка, кажется. Это кажется, Саш. Это кажется. А, в этом все дело? Конечно. Конечно. А, я понимаю. Скажи мне, у тебя есть какие-нибудь... Все-таки ты у меня, ну, не на приеме, но, по крайней мере, сидишь в том кресле, где сидят клиенты. Так вот, напитаюсь энергией, приду к тебе еще раз, и тогда буду совсем другая. Это не только я такая, Саш, это все люди такие. Лен, а что тебе нужно еще в этой жизни? Просто я, предвосхищая твой ответ, да ничего, хочу сказать, наверное, что-то нужно. Скажи очень интересно. Расскажи. Говорю как эгоист. Честно. И, опять-таки, наверное, карамольную вещь скажу. Мне настолько комфортно, когда мои близкие живут хорошо, у них ничего не болит, и им ничего от меня не надо, кроме, там, телефонного звонка, какого-то конверта, там, ну, то есть, какие-то такие вещи, которые я легко и с удовольствием делаю. И, причем, в то время, когда это мне удобно, как-то у нас должно совпадать, вот это, наверное, и счастье. Вот когда, и когда тебя никто не дергает, и когда, понимаешь, я ведь живу с двумя клапанами сердечными давно. Вот, давно, вот, последние девять с половиной месяцев, да, с двумя, вот, раньше жила с тремя, сейчас с двумя. Лона ушла, ты знаешь, и клапан закрылся. Лона – это собака. Лона – это моя собака, да. И клапан закрылся. У меня спрашивают, больно? Я говорю, нет. У меня спрашивают, тяжело? Я говорю, нет. И это правда? И это правда. Ну, а как это? Я говорю, ну, никак. Вот, нет клапана. Ну, нет клапана. Вот он не болит, его нет, он захлопнулся. А ведь это клапан любви, понимаешь? Это клапан любви. И люди, мне кажется, они очень редко задумаются. Они вообще перестали считать, сколько у них там пульсаций и сколько клапанов. Когда у меня первый закрылся, у нас времени не хватит на это. А вот второй, вот когда лон ушел. И вот этот клапан всосал в себя. А у меня такая работа, мне же надо отдавать. И вот ты приходишь с двумя клапанами. Отдавать нам как из трех. Следовательно, ты отдаешь больше. Ну, да. Понимаешь? И это контроль все время. И все время не хватает времени. Банально, это правда. Ты знаешь, ты сейчас сказала о том, что есть. Мне так услышалось, я думаю, что это услышалось бы любому. Что есть конкретное состояние, которого тебе жизненно не хватает. Ты знаешь, что это за состояние. Это состояние любви. А ты понимаешь, и это фрустрация, да? Что этого, ну, кажется, не будет, да? Я правильно тебя услышал? Ты знаешь, я даже не думаю, это будет или нет. Я тебе просто хочу сказать, что с одной стороны, у нас, у мигрантов, можно я скажу вот так, у нас, у мигрантов, во всяком случае, у многих, у тех, кого я знаю, у нас здесь порог чувствительности немножко затерся. Поэтому мы же выдранные люди. И это такая национальность есть, мигранты. И они все немножко подорваны. Это кто уехал с болью? Тогда они выдранные. Да, может быть, может быть. Я не знаю, это твоя профессия. И понимаешь, очень удобно, очень часто в жизни жить без любви. Вот я думаю, что если бы у меня было четыре клапана закрыты, тогда у меня бы, знаешь, КПД вырос просто до поднебесья. Тогда можно делать все, что угодно. Пахать, бурить, сверлить, то есть все, что угодно. Когда клапаны открыты, когда человек дышит и говорит, я люблю вас. Я думаю, что у этого человека очень низкий КПД. Я таким людям не верю. Вот я живу любовью. Ну что это такое? Ну не может только любовью человек жить. Я не верю в это. Вен, ты сейчас говоришь рационально об эмоциональном. Это по определению невозможно. Ты меня сейчас в чем обвиняешь? Что я неадекватный человек? Нет, нет, нет. Ты просто пытаешься разложить, отпрепарировать чувства. Чувства не препарируются. Они поэтому и чувства. То есть они препарируются другим человеком. Они препарируются. Когда тебя накроют, когда тебя накроют, Лена, снесет у тебя крышу, ты будешь ходить, открыв рот. Саш, крышу уже сносила, поэтому я препарирую. Ты помнишь, как это было? Клапан закрыт уже давным-давно, поэтому я препарирую совершенно спокойно. Лена, ты только что сказала. Легче жить без любви. То есть мы договорились, как говорят американцы, let's pretend, как говорим мы, да, американцы. Let's pretend, давайте притворимся, что это так. Помню о том, что это не так. Я не помню, что это не так. Саш, это как родовая боль. Точно так же нельзя вспомнить, когда тебя накрывает волной. Помнишь, писала стихи. Что-то было. Да, что-то было. Ой, я умирала, ой, я не ела, ой, я не спала. Делала какие-то. Да, я делала там то. А вот то, что вот это было. Или там кто-то пытается реинкарнировать чувства. Вот знаешь, у женщины бывает, женщина, которая вот живет принципами, вот плохонький, да мой. Абы какой, но главное замужем, с колечком, там. Пусть будет. Это же трагедия. С твоей точки. С моей точки. Разумеется, я же не истинна в последней инстанции. Если бы я тебя не знал, то я бы сейчас сидел и думал, она говорит текст, который ей кажется, выставит ее в более выгодном свете. Если бы я тебя не знал. Но ты сейчас говоришь то, чего я от тебя, вот я, Александр Попорт, от тебя не слышал никогда. Ты никогда не спрашивал, Саш? Может быть. Ну, мы разговаривали. Ну, да, может быть. Может быть, не спрашивал. А если бы спросил, ты бы все то же самое сказала мне 10 лет назад? 10 лет назад еще было три клапана. Тогда бы сказала то же самое, только я бы тебе описывала, что переживаю. Тогда бы описывала. Можно же описать, Саш, вот я много лет жила с кинжалом в спине. И я не могла лежать на спине, только на боку где-то, на бочку, на животе. Это физические ощущения. И ты ходишь сгорбленный. И ты знаешь, ты привык. Вот там торчит рукоятка. Ты привык с этим жить. Человек такая тварь, ко всему привыкает. А потом в один прекрасный момент ты вдруг просыпаешься, лежа на спине. И ты понимаешь, что этой рукоятки у тебя нет. И ты приходишь в ужас. И кинжала нет, ничего нет, вот куда-то это делать. И ты приходишь в ужас от того, что тебе снова придется привыкать жить без вот этой рукоятки, без этого кинжала. Потому что ты уже привык жить с этой болью, с этой проблемой. В какой-то момент это рассасывается или куда-то уходит. Я не знаю куда. Так может быть ты сейчас можешь дать, пройдя это уже, и будучи человеком, который работает очень много с людьми, Может быть ты сейчас можешь сказать, мне кажется, что это может произойти, если сделать или повести себя так-то так. Попробуй сейчас. Ну просто вот сейчас ты дай что-то. Я вот думаю, понимаешь, как сказать. Во-первых, я не могу взять на себя такую ответственность. Я могу сказать только про себя. Я предлагаю тебе сказать это мне. Тебе? Саша, мне кажется, ты знаешь это как никто другой. Допустим, я не знаю. Допустим, хорошо. Мне кажется, что вот банально извлечь пользу нужно уметь из всего. Просто банально, тупо придумать себе все что угодно. Вот у тебя болит зуб, ты умираешь. И ты должен банально себе придумать, какое счастье, что у меня есть две ноги. Какой я молодец, я это перетерпел. Завтра я пойду к доктору, и он мне вылечит еще три зуба. То есть из самой кошмарной ситуации нужно уметь вытащить что-то позитивное. Лен, я тебе сейчас скажу, вот смотри, ты сейчас, сама того не понимая, ну, не зная просто, не имея информации, описала конкретный психотерапевтический прием. Только ты это назвала извлечь выгоду, пользу. И это имеет такую негативную коннотацию, вроде бы. А в психотерапии это называется изменить взгляд на ситуацию. Понимаешь, да? Это система ABC, известная система, изобретенная Альбертом Эллисом. Серьезно? Да. Ты мне потом запишешь после передачи, а я по радио расскажу. Я даже тебе сейчас расскажу в двух словах. Давай. A – это activating event, то есть ситуация, чаще всего которую изменить нельзя, она есть. C, я пропускаю B, C – это consequence или последствия, это то, как ты чувствуешь себя в результате этой ситуации. А B – это belief, то есть это уверование, я не знаю, умозаключение, почему ты чувствуешь себя вот так, как ты чувствуешь в результате этой ситуации. И так как изменить ситуацию ты не можешь, а последствия тебя не устраивают, ты меняешь что? Объяснение, почему это так. И вот сейчас ты сказала, ты рассказала, как при больном зубе изменить свое настроение, при том, что зуб как болел, так и болит. То есть ты сейчас сделала, вроде рационально, вроде такая мудрая черепаха тортила, взяла и объяснила людям. И по сути дела ты сейчас изобрела метод совместно с Альбертом Эллисом, как Джеймс Уат и Ползунов изобрели паровой машину. Я вот в этот момент, в этот момент как раз ты была той самой самой собой, то есть самой самой собой изменить, пусть мне просят тавтологию. И вот это как раз, и вот это как раз самое классное. И я желаю тебе, чтобы тебя такую вроде мудрую и такую, Лен, вроде беспомощную. Вроде, мне нравится, мне нравится твое вроде, мне с тобой очень хорошо, Саша. Спасибо, а мне тоже. Чтобы тебя накрыло вот это самое снесение крыши. Я просто тебе этого желаю. Ты можешь даже сейчас не говорить мне, что этого будет, не будет. Я желаю тебе этого, Лен. Я желаю. И я вот сейчас в твоих глазах вижу, как это может произойти. Потому что сейчас, вот в эту секунду, твои глаза, твое лицо, все, вся ты выглядишь совершенно по-другому. Я очень близко вижу, как это может случиться вот сегодня-завтра. Все. С меня прочитается. Саша, спасибо. Саша, спасибо. Саша, спасибо. Саша, спасибо. Саша, спасибо. Саша, спасибо.